Крым Стрелял коня, а он плыл изнемогая, за высокую кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода, уходящий берег Крыма я запомнил навсегда. Николай Туровиров. Общеизвестное стихотворение, посвященное эвакуации 17 ноября до 1920 года. Если вспомните фильм «Служили два товарища», там несколько поменяли. Высоцкий стреляет в себя, а конь плывет за ним. Туровиров самый крупный поэт казачьего зарубежья, самый талантливый. Он отразил историю донского казачества. Если кто-то исторически, кто-то в песнях это пропел, то он это сделал в поэзии. Какая-то обреченность, предчувствие грозы. Говорят, что в водах рек отражаются судьбы тех, кто живет на их берегах. На дону испокон веков селились рыцари, смелые и дрочливые, умеющие балансировать на грани между жизнью и смертью. Тихий дон, но все-таки беспокойный. Всякий раз в преддверии беды он наполняется предчувствием. Напряженное спокойствие сменяется волнением, вскоре от тишины и следа нет. И кажется, что река, переполненная отчаянием и горем, вот-вот выйдет из своих берегов. Так было, когда лилась кровь гражданской войны. Так было, когда в далеком австрийском городе Лиенц выдавали НКВД донских казаков. Так было, когда в Новочеркасске вышли на площадь люди, пожелавшие быть услышанными. 1 и 2 июня 62-го, наверное, самые роковые даты в истории Новочеркасска. Трагедия, о которой умалчивалось 30 лет. Митинг, завершившийся расстрелом, как показательный пример отношения советской власти к своему народу. Все, что держалось в тайне, эту тайну мы хоть по крошечке разыскали. У нас 87 человек раненых, убитых у нас 26. Началось это в 1962 году на электровозостроительном заводе, который раньше назывался Буденный. 1 числа, идя на работу, люди услышали объявление о повышении цен на мясомолочные продукты. А это было повышение первое, послевоенное. И так тяжело жить, а тут вдруг раз и подскочило. И вот эта, собственно, причина побудила их с кем-то поговорить. В Стольцехе пригласили директора завода. В процессе разговора ответ был на вопросы рабочих такой. Не за что брать сливочное масло, ешьте постное. Не за что брать молоко, газ, вода бесплатный. Не за что брать мясо, жите пирожки с сливием. Развернулся, ушел, да, понять, что разговор окончен. Конечно, люди опять оторопели. Дальше, значит, какие действия были. Вот сейчас мы остановим движение поездом, Москва им покажет. Они имели в виду руководство завода. 2 числа пришла на работу к заводу. Я посмотрела, возле завода стоит поезд. Я увидела солдат на путях. Действий никаких не было, просто шутили. То рабочих они с пути и садут, начнут это пых-пых-пых заводить. Рабочие потеснили солдат, кричат, ура, мы победили. А где-то около часа сообщили, что, айда в город, приехало правительство из Москвы. Когда мы приехали в город, масса людей там потоком идут, идут. Я пошла по течению. Я шла по правой стороне. Я на московской увидела танки. Танки играли башнями. Крутили-вертели. Люди злились. При мне уже танк дал залп холостой. Думаю, что я боюсь, что ли? Война, что ли? И пошла дальше. До своей цели правительство посмотреть. Даже телевизоры были, это редкость. Когда я пришла, сквер был оцеплен буквой «П» солдатами с автоматами. Выступает военный. Он обращался к толпе освободить площадь. Толпа ближе. По натиску слышишь, что сзади тебя напирают? И вдруг грянул выстрел. Я пугалась, я забежала за солдата и кричу, дядечка, родники, не надо. В это время толпа нажала. Меня подняли наверх ступенек. И вдруг слышу, говорю, девчушка, сюда. Вот так солдат приоткрыл дверь, схватил меня за руку и дернулся вовнутрь. Я стою у дверей. Военные, вот они между собой разговаривают, что надо их как-то убедить. Надо послать кого-то, говорить, чтобы они не знали. И вот представляете, я в притолке стою в дверях. Он мне говорит, иди сюда. Ой, сколько гордости было. Я не шла, я летела. Я подхожу, я слушаю. Он говорит, сейчас выйдешь на балкон и обратишься к ним. Я выскакиваю на балкон. Толпа замерла действительно. А я ей говорю, а не просить, чтобы вы освободили площадь? Толпа заскандировала. Нет. Я тут же разборачиваю, что не хочет. Ну да ярко же. Так вышло, что Валентина Воденицкая тогда не знала о расстреле, который происходил двумя часами раньше на той же площади. Она не видела, как хлынула первая кровь, и прокатился первый вопль ужаса, дополненный криками боли и отчаяния. Она не видела, как плакали солдаты, стрелявшие вверх холостыми, и не понимавшие, почему падают люди. Солдаты не знали о том, что их действия были всего лишь сигналом для снайперов и пулеметчиков, засевших на крыше. Нас часто говорят, Россия – страна рабов. Однако же эта страна рабов часто поднималась против тех, кто доводил градус угнетения до такого коленя, что против них поднималось общество. Заслуга казаков перед Россией и перед русским обществом. Они показали, как может жить вольный человек. Ведь казак никогда не был крепостным. И это сформировало совершенно новый тип человека. Личность, которая способна была на многое. В гражданскую военную казачество было самой боеспособной частью белых сил. Они знали, за что они бьются. За свободу. Туровера революцию он застал уже 18-летним. Февральскую принял, Октябрьскую категорически нет. Как пылкий юноша записался в ряды добровольцев, воевал в составе партизанского отряда Чернецова. Казаки, которые могли сопротивляться, они настолько устали от Первой мировой войны и от первых месяцев гражданской войны, что ни одна сила в мире не могла их поднять на борьбу с большевиками. А вот Чернецов без дальнего расчета, без подготовки с юнкерами, кадетами, выступил юнцы. Пылки, честные, но, к сожалению, нерасчетливые. Трагедия Чернецова в том, что сил для того, чтобы сопротивляться большевикам, просто не было. Они, эти силы, еще не пришли. Чернецова пленили. И когда его конвоировали, он решил, что собой пожертвуют, но вот тех, кто был вместе с ним взят плен из молодежи, он освободит. Он выхватил пистолет, выстрел в воздух и крикнул, разбегайтесь. И пошел на Подтелково. Но Подтелково оказался подготовленным человеком. Он выхватил шашку и зарубил. Чернецов, наверное, вот своей гибелью спас этих молодых ребят, которых он призвал, повел туроверу, когда же чуть не погиб. К весне казаки сами поднялись против большевиков, вышибли большевиков из Новочеркасска. Запомним, запомним до гроба жестокую юность свою, дымящийся гребень сугроба, победу и гибель в бою, тоску безысходного гона, тревоги в морозных ночах, да блеск тускловатый погона на хрупких, на детских плечах. А мне, знаете, так, пацаном дрожнили подкидыш. Я начал сердиться. И в одно прекрасное время мы пошли с отцом до стариков на сход. Но отец советскую власть поддерживал, а те все гвардейцы, такие прут на него, вот, и вылипали. Что, что ты вот служил башкиному отцу? Ну, прислуживал, кресты получал, а теперь чего? Пошел к красным, а ну, такой спор между, а потом поналили по трошечке себе, это прекратилось. А я это дело перехватил. Вот. А потом, значит, начал отцу вопрос задать, он мне сказал, если ты будешь такими вопросами, лечь ко мне, я тебе прокляну. Я замолчал. Но в одно прекрасное время я попал к родне. Я ему говорю, дяденька, а что меня выблитком называет? Да ты же им неродной болтнул. И я тут уцепился. А он говорит, я тебе много не буду говорить, ну, твоего матери и отца нету. Вот. А мы уничтожены. Только давай подойди к иконе, перекрестись, что ты никому этого не скажешь. И немножко рассказал отец расстрелянный, офицер белого движения, а мать двумя детьми, и она уничтожена. Ну, я родился на Черкасской тюрьме. Мать, когда родила, как раз были, наверное, дежурные кривянские. И они мне принесли в станицу. Неродный отец. И вон, вот я его беру. Война, это по-любому плохо. Это извращение Богом данной свободы. Военная служба в условиях войны это крест, это подвиг. Подвиг почему? Потому что человек берет на себя вот это бремя, потенциально возможности убить другого человека, чтобы другие этого не делали. Когда началась вторая кампания, вход исламистов в Дагестан, у меня был очень хороший друг, тогда еще подполковник, но он мне рассказал такую вещь. Говорит, бойцы, у нас часто задаются вопросы, ну, а почему наши батюшки нас не поддерживают, ведь раньше были полковые священники. Действительно, это было. Опыт императорской российской армии, он более чем показателен. Ну, и я сказал, я готов поехать. Я даже не понимал, куда еду, что там будет. Стали подвозить раненых с поля боя. Вот молился вместе с медиком, как мог помогал там. Они шунтируют рану на эвакопункте, на окраине села. Вот я зубы заговариваю, чтобы там не орали, чтобы не уходили. Каждая командировка, она, ну, свой такой, своеобразный бандраж вызывает. То пуля рядом щелкнула, то об дерево там ударила, взрывной волной, то еще что-нибудь такое. Только когда рядом с тобой там загорается, видишь, что ящик с гранатами на корме БТРа, ну, ты головой чуть ли не вышибаешь крышу БТРа. После второй командировки, когда я домой приехал, приехал простуженный, контуженный, в лесу там немножко меня тоже тряхануло. Родные мои спросили, ну, все, батюшка, наездился, больше не поедешь. Я говорю, да нет, все, хватит, наверное. Хотя мало верил в это. Намечалось серьезное боестолкновение, туман был такой. Смотрю, идет там по полю. Парень по первым командировкам узнал его. Он меня увидел, опрадовался, говорит, о, отец Андрей, ты здесь? Я говорю, да, куда ж я от вас денусь? Он поворачивается и кричит своим, пацаны, ништяк, с нами батя, все будет нормально. 12 числа ко мне приходит посыльная и говорит, у тебя, говорит, записочка, вот просят, где это, к двум часам прийти на работу. У меня ребенок, я вместе с сыном прихожу ко мне на встречу у мужчины средних лет, в Одиницкое, я говорю, да, я вас жду. Когда мы выжили, я поняла все. Открывается машина, стояла легковая, открывается дверь. Я не успела ни слова сказать ничего, так, несколько шагов сделала. Он меня бьет спину, толкает в кабину, говорит, на полную. Ну, я, конечно, кричала, Женечка, сыночек, сыночек, сыночек. Потом, когда на последнем слое мне один из заседателей сказал, так я была. Ну, что ж, ты теперь обижаешься именем Российской Федерации, 13 лет. По возвращению проблем очень много было. От моего ребенка все отказались. Муж, деверь, дед, мама моя, все сдали его в государственное учреждение. У нас произошло там знакомство, когда все смотрели и ждут, какая же у нас будет встреча. Я смотрю, почему они мне не везут сына. Сын меня узнал, рядом стоящий, а я его не узнала. Я знаю, не будет иначе, всему свой черед и пора. Не вскрикнет никто, не заплачет, когда постучусь у двора и скажет негромко и сухо, что здесь мне нельзя ночевать, в лохмотьях босая старуха, меня не узнавшая мать. Взятый в плен Чернецов был зарублен. И вот Туроверук вернулся в Новочеркасск, потом отступление на Кубань, в Крым. Окончательно казаки осознали, что уходят, скорее всего, навсегда в Крыму. И вот тогда в Чуфут-Кале, сорвал бессмертники сухие, я выцарапал на скале 20-й год, прощай, Россия. Потом несколько лет скитальческой жизни, ну и, наконец, более успокоенная, такая размеренная жизнь, это Франция. Казаки на Чужбине уже немножко корни пустили, они почувствовали смысл существования, он заключался в том, чтобы сохранить то, что они знали, передать поколениям. Туроверук устраивал и выставки, писал книги. Я думаю, что он предчувствовал то, что его на родине помнят, воспримут, и Дон не погиб. Если представить, что казаки неслись на коне с шашкой навстречу другому всаднику и должны были либо они его разрубят до пояса, либо тот человек их убьет. Они были воины. И эта близость смерти, когда они приезжали со своих походов, она давала контраст на тот, что они хотели праздника, они хотели радости жизни. Казаки, которые строили себе дом, они хотели, чтобы этот дом был игрушкой, чтобы он был сказочный, чтобы он был похож либо на дворец, причем не на просто дворец, а на сказочный дворец, на хрустальный дворец, на терем, на хоромы. Любимый стиль казаков это был эклектика. Жены у них были многие турчанки. Они хотели видеть и угодить своим женам, чтобы их жены видели элементы минарета. Но это я говорю элемент, чтобы он напоминал им и их родину. Они нашли архитектора, который полностью воплотил их мечту. Он сделал собор, который восхитил казаков и нас с вами восхищает. Я как художница работаю в стиле гламур. Вот я хочу показать в своем творчестве праздник жизни, чудо жизни. Мачеха веселая моя, так называл Францию Николай Туроверов. Не смогла тесная Европа заменить ему бескрайние степи и тихий, но по-прежнему беспокойный дон. Поэт Туроверов вспоминал, публицист Туроверов откликался на все события, имеющие отношение к казачеству. Из статьи Николая Туроверова, опубликованной во Франции. Восемь лет тому назад англичанами была произведена насильственная массовая выдача советской власти казаков, боровшихся против коммунизма. Бесспорно, это идет вразрез с человеческими законами. Стоит напомнить, что уже в те давнославные времена, когда на Западе пылали костры инквизиции, у казаков был неоспоримый закон «Сдона» выдачи нет. 1 июня 1945 года, когда все казачьи формирования стеклись в долину реки Драва города Лиенц, английский генерал Арбут Нот объявил о том, что вся группа казаков вместе с семьями по Ялтинскому соглашению выдается войскам НКВД. Я сужу как человек. Думаю, что это преступление против ни в чем неповинных людей, особенно детей, стариков, женщин. Судьба такая у них была. Да, Лиенц. И война заканчивается. И я попадаю в Лиенц. И прибежали, говорят, англичане нас будут выдавать в Советский Союз. И тут сразу молебень. Не ехать в Россию. Пришли юнкера, взялись и так друг с другом вот так вот. Вот. Ну и потом англичане вот они подошли. А мы стоим, я стариками стою, стоит негр, Вышокая здоровый дурак. Вот. И лимонка, немецкая лимонка. А он и открутил головку и держит ее так. Я старикам говорю, разбегайтесь, она сейчас хлопнет. И я только развернулся на хлоп взрыв. Я тогда бежать. Женщины бегут, детей бросают в воду, сами падают в воду. Англичане видят, что они топятся все. Вот. вниз спустили солдат, чтобы они проградили. А они прямо на солдат на штыки. Советский Союз, чтобы не идти. Детей сами себе уничтожали. Подхожу в барак, англичане на крышах фотографировать. стояли, хохотали. Я так поглядел и пошел в лес. Как глянул. Офицер сидит себе ножом у сердца. Песик стрелянный, вешаный, повешанный, поповесили. Я поглядел, мама моя родная, вот, сам себе не добил, не попал у сердца, а еще ой, добейте, добейте. Я положил, порабил, лимонку положил, взорваться, застрелиться. И заснул. Слышу, куда это я еду? Думаю, это я вообще нет. Так лимонку сразу от порабил ума меня оттянули. Вот, руки назад, проволокой скрутили ее в машину. Привезли на советскую сторону. А когда меня судили приговорить к расстрелу, вызвали, говорит, вам замена 25 годами. А когда Сталин умер, лагерь выстраивать, надо всем шапки снять. Гудки загудили, я говорю, головные уборы не снимать. Редко кто там снял, а ближе такие. Священники говорят, ну все, это уже теперь мы тебя не увидим. И так ничего, ровно ничего. Нас освободили в 55 году. Пришел, мать, как зашла, я сижу, она упала. Надо же меня как-то иначе было бы, знаешь, а я тоже раз, раз, поднимаюсь, вот, мама, а она, губи нету. Что могла мне? Она же неродная мне, да? Она же могла меня бросить, что хочет, да? Она меня не бросила. Подошли к иконам, помолились о Богу, мать налила, вот, а я говорю, я пить не буду. Она, выпить надо, сама себе налила, я выпил и заплакал. А тут у меня разрядилось. на еще неразрытом кургане, на древней, как мир, целине, я припомнил все войны и брани, отшумевшие в этой стране. Точно жемчуг в черной оправе, будто шелест бурьянов сухих. Это память о воинской славе, о соратниках мертвых моих. Мы до сих пор не завершили гражданскую войну, в душах, во всяком случае. Я наблюдаю, как казаки и красные, и белые до сих пор схватываются и вижу, да, туроверов. Это прочувствовал еще тогда, когда в казачьем зарубежье были разные крылья и призывал к тому, что пора забыть гражданскую войну. Это самое страшное, что может быть в истории народа. У поэтов, у писателей есть такая счастливая судьба, что они, умирая, в общем, не умирают до конца. Если обычный человек умирает тогда, когда его уже не помнят родственники, то человек такой судьбы, как туроверов, я считаю, что был временный период забвения, а потом он опять вернулся к жизни. И я думаю, что это не закончится, потому что поэзия настоящая. Колокола могильно пели, в домах прощались, во дворе венок плели кружась метели, тебе, мой город, на горе. Я не забуду звон унылый среди снегов декабрьских вьюг и бешеный голубь кобылы, меня бросающий на юг. и бешеный поэзия и бешеный сгиб